книга пророка захарии глава 1 восьмом месяце во второй год дария было слово господня к захарии сыну варахи и ну сыну адову пророку прогневался господь на отцов ваших великим гневом и ты скажи им так говорит господь саваоф обратитесь ко мне говорит господь саваоф я обращусь к вам говорит господь саваоф не будьте такими как отцы ваши которым взывали прежде бывшие пророки говоря так говорит господь саваоф обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь, отцы ваши где они, да и пророки, будут ли они вечно жить? Но слова мои, определения мои, которые заповедал я рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались и говорили, как определил Господь Саваоф поступить с нами, по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами. В двадцать четвертый день одиннадцатого месяца, это месяц Шеват, во второй год Дария, было слово Господне Захарии, сыну Варахиину, сыну Алдову, пророку. Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади него кони рыжие, пегие и белые. И сказал я, кто они, господин мой? И сказал мне ангел, говоривший со мною, я покажу тебе, кто они. И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал, это те, которых Господь послал обойти землю. И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали, обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна. И отвечал ангел Господень и сказал, Господи Вседержителю, да коли ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже семьдесят лет. Тогда в ответ ангелу, говорившему со мной, изрек Господь слова благие, слова утешительные. И сказал мне ангел, говоривший со мною, провозгласи и скажи. Так говорит Господь Савовов, возревновал я у Иерусалима и Осионе ревностью великою, и великим негодованием негоду и на народы, живущие в покое. Ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Посему так, говорит Господь, я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием. В нем соорудится дом мой, говорит Господь Савовов. И землемерная мерь, верь, протянется по Иерусалиму. Еще провозгласи и скажи. Так говорит Господь Савовов. Снова переполнятся города мои добром. И утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим. И поднял я глаза мои и увидел вот четыре рога. И сказал я ангелу, говорившему со мной, что это? И он отвечал мне, это роги, которые разбросали Иуду. Израиль и Иерусалим. Потом показал мне Господь четырех рабочих. И сказал я, что они идут делать? Он сказал мне так. Эти роги разбросали Иуду. Так что никто не может поднять головы своей. А сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее. Захария, глава вторая. И снова я поднял глаза мои и увидел. Вот муж, у которого в реке землемерная вервь. Я спросил, куда ты идешь? И он сказал мне, измеряйте Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его. И вот ангел, говоривший со мной, выходит, а другой ангел идет навстречу ему. И сказал он этому, иди скорее, скажи этому юноше. Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. И я буду для него, говорит Господь, огненную стену и вокруг него, и прославлюсь посреди него. Эй, эй, бегите из северной страны, говорит Господь. Ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас, говорит Господь. Господь, спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона. Ибо так говорит Господь Саваоф. Для славы он послал меня к народам, грабившим нас. Ибо касающийся вас касается зеницы ока его. И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей у рабов своих. И тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня. Легко и веселись, черщ Сиона. Ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь. И прибегнут Господу многие народы в тот день и будут моим народом. И я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе. Тогда Господь возьмет во владение Иуду свой удел на святой земле и снова изберет Иерусалим. Да молчит всякая плоть пред лицом Господа, ибо он поднимается от святого жилища своего. Захария, глава 3. И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь Сатане, Господь, да запретит тебе Сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутая из огня? Иисус же одет был в запятнанной одежде и стоял пред ангелом, который отвечал и сказал стоявшим над ним так, перед ним, Снимите с него запятнанные одежды. А ему самому сказал, смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные. И сказал, возложите на голову его чистый кидар. И возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду. А ангел же Господень стоял. И засвидетельствовал ангел Господень и сказал Иисусу, Так говорит Господь Савовов, если ты будешь ходить по моим путям, Если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между семи стоящими здесь. Выслужи же Иисус и Ирей великий, Так и собратья твои, сидящие перед тобой, мужи, знаменательные, Вот я приложу раба моего отрасль, привожу. Ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом, На этом одном камне семь очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Савовов, И сглажу грех земли сей в один день. В тот день, говорит Господь Савовов, Будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу. Захария, глава 4. И возвратился тот ангел, который говорил со мною, И пробудил меня, как пробуждает человека от сна его. И сказал он мне, что ты видишь? И отвечал я, вижу, вот светильник, весь из золота и чашечка для Илея наверху его, И семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его, И две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой? И ангел, говоривши со мной, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это? И сказал я, не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так, это слово Господа к Зарававелю, Выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Савовов. Кто ты, великая гора, перед Зарававелем? Ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем! И было ко мне слово Господне. Руки Зарававеля положили основание дому сему. Его руки окончат его, и узнаешь, что Господь Савовов послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, Когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля, Те семь — это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Тогда отвечал я и сказал ему, Что значит те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его? Вторично стал я говорить и сказал ему, Что значит две масличные ветви, Которые через две золотые трубочки изливают из себя золото? И сказал он мне, Ты не знаешь, что это? Я отвечал, Не знаю, Господин мой. И сказал он, Это два помазанные елеем, Предстоящие Господу всей земли. Захария, пятая глава. И опять поднял я глаза мои и увидел, Вот летит свиток. И сказал он мне, Что видишь ты? Я отвечал, Вижу летящий свиток, Длина его двадцать локтей, А ширина его десять локтей. Он сказал мне, Это проклятие, Исходящее на лицо всей земли. Ибо всякий, Кто крадет, Будет истреблен, Как написано на одной стороне. И всякий, Клянущийся ложный, Истреблен будет, Как написано на другой стороне. Я навел его, Говорит Господь Саваоф, И оно войдет в дом Тати, И в дом клянущегося, Моим именем ложным. И прибудет в доме его, И истребит его, И дерева его, И камни его. И вышел ангел, Говоривший со мной, И сказал мне, Подними еще глаза твои, Посмотри, Что это выходит? Когда же я сказал, Что это? Он отвечал, Это выходит Ефа. И сказал, Это образ их, По всей земле. И вот кусок свинца поднялся, И там сидела одна женщина Посреди Ефы. И сказал он, Эта женщина, Само нечестие. И бросил ее в середину Ефы, И на отверстие ее Бросил свинцовые куски. Кусок. И поднял я глаза мои И увидел, Вот, Появились две женщины, И ветер был в крыльях их, И крылья у них, Как крылья Аиста. И подняли они Ефу, И понесли ее Между землей и небом. И сказал я ангелу, Говорившему со мною, Куда несут они эту Ефу? Тогда сказал он мне, Чтобы устроить для нее Дом в земле Синаар. И когда будет все приготовлено, То она поставится там На своей основе. Захария, 6 глава. И опять поднял я глаза мои И вижу, Вот четыре колесницы Выходят из ущелья Между двумя горами, И горы те были, И горы медные. В первой колеснице Кони рыжие, А во второй колеснице Кони вороные. В третьей колеснице Кони белые, А в четвертой колеснице Кони пеги сильные. И начав речь, Я сказал ангелу, Говорившему со мною, Что это, господин мой? И отвечал ангел И сказал мне, Это выходят четыре Духа небесных, Которые предстоят Пред Господом всей земли. Вороные кони Там выходят К стране северной, И белые идут за ними, А пеги идут К стране полуденной. И сильные вышли, И стремились идти, Чтобы пройти землю. И он сказал, Идите, Пройдите землю. И они прошли землю. Тогда позвал он меня И сказал мне так, Смотри, Вышедшие в землю северную Успокоили дух мой На земле северной. И было слово Господне ко мне, Возьми у пришедших Из плена, У Хелдая, У Тови, У Едая, И пойди Тот самый день, Пойди в дом Иосифа, И сына Сафониева, Куда они пришли Из Вавилона. Возьми у них Серебро и золото, И сделай венцы, И возложи на голову Иисуса сына Иосифа, Иерей великого, И скажи ему, Так говорит Господь Саваоф, Вот муж, Имя ему Отрасль, Он произрастет Из своего корня, И создаст Храм Господень. Он создаст Храм Господень, И примет славу, И воссядет И будет владышествовать На престоле своем, Будет и священником На престоле своем, И совет мира Будет между тем И другим, А венцы те Будет Хелему И Товии, И Едаю И Хену, Сыну Сафониеву, На память В храме Господнем. И издали придут И примут участие В построении Храма Господня, И вы узнаете, Что Господь Саваоф Послал меня К вам, И это будет, Если вы усердно Будете слушаться Глаза Господа Бога вашего. Захария, Глава 7. В 4-й год царя Дария Было слово Господник Захарии, В 4-й день 9-го месяца Хаслева, Когда Вифиль Послал Сарицера И Регем Мелеха И спутников его Помолиться Придлицем Господа И спросить И спросить У священников, Которые В доме Господа Саваофа И у пророков, Говоря, Плакать ли мне В 5-й месяц И поститься, Как я делал Это уже много лет. И было ко мне Слово Господа Саваофа, Скажи всему народу Земли Сей священникам Так, Когда вы Постились И плакали В 5-м И 7-м Месяц, И при том Уже 70 лет Для меня Ли Вы Постились Для меня Ли И когда Вы едите И когда Пьете Не до себя Ли Вы едите И не до себя Ли Вы пьете Не те же Ли слова Провозглашал Господь Через прежних Пророков Когда еще Иерусалим Был населен И покоен И города Вокруг него Южная страна И низменность Были населены И было Слово Господня К Захарии Так Говорил Тогда Господь Саваоф Производите Суд справедливый И оказывайте Милость И сострадание Каждый К брату Своему Вдовы И сироты Пришельцы И бедного Не притесняйте И зла Друг против друга Не мыслите В сердце Вашем Но они Не хотели Внимать Отворотились От меня И уши Свои Отяготили Чтобы не слышать И сердце Своё Окаменили Чтобы не слышать Закона И слов Которые Посылал Господь Саваоф Духом Своим Через прежних Пророков Зато И постиг Их Великий Гнев Господа Саваофа И было Как он Взывал А они Не слушали Так и Они Взывали А я Не слушал Говорит Господь Саваоф Я развеял Их По всем Народам Которых Они Не знали И земля Сия Опустела После них Так что Никто Не ходил По ней Ни Взад Ни Вперед И они Сделали Вожделенную Страну Пустынею Захария Восьмая Глава И было Слово Господа Саваофа Так Говорит Господь Саваоф Возревновал Я Сионе Ревностью Великою И с Великим Гневом Возревновал Я О нем Так Говорит Господь Обращусь Я к Сиону И буду Жить В Иерусалиме И будет Называть Иерусалим Городом Истины И гора Господа Саваофа Горой Святыни Так Говорит Господь Саваоф Вот Я Спасу Народ Мой Из Страны Востока И Страны Захождения Солнца И Приведу Их И будут Они Жить В Иерусалиме И будут Моим Народом И я Буду Их Богом В Истине И Правде Так Говорит Господь Саваоф Укрепите Руки Ваши Вы Слышащие Ныне Слова Сии Из уст Пророков Убывших При основании Дома Господа Саваофа Для создания Храма И во Прежние Дни Этих Не было Возмездия Для Человека Ни возмездия За труд Животных Ни уходящему Ни приходящему Не было Покоя От врага И Попускал Я Всякого Человека Враждовать Против Другого А Ныне Для остатка Этого Народа Я Не такой Как В прежние Дни Говорит Господь Саваоф Ибо Даст плод Свой И земля Даст Произведения Свои И небеса Будут давать Росу Свою И все Это Я отдам Во владение Оставшемуся Народу Сему И будет Как Вы Дом Иудин И дом Израилев Были Проклятьем У народов Так Я Спасу Вас И Вы Будете Благословением Не бойтесь Да Укрепятся Руки Ваши Ибо Так Говорит Господь Саваоф Как Я Определил Наказать Вас Когда Отцы Наши Прогневали Меня Говорит Господь Савов И не Отменил Так Опять Я Определил В эти Дни Соделать Доброе Иерусалиму И добро Дому Иудину Не бойтесь Вот Дела Которые Вы Должны Делать Говорите Истину Друг Другу Поистине Миролюбно Судите У ворот Ваших Никто Из вас Да не Мыслит В сердце Своем Зла Против Ближнего Своего И ложной Клятвы Не любите Ибо Все это Я Ненавижу Говорит Господь И было Ко мне Слово Господа Савов Так Говорит Господь Савов Пост Четвертого Месяца И пост Пятого И пост Седьмого И пост Десятого Соделается Для дома Иудина Радостью И веселым Торжеством Только Любите Истину И мир Так Говорит Господь Савов Еще Будут Приходить Народы И жители Многих Городов И пойдут Жители Одного Города И жители К жителям Другого И скажут Пойдем Молиться Лицу Господа И взыщем Господа Савов И каждый Скажет Пойду И я И будут Приходить Многие Племена И сильные Народы Чтобы Взыскать Господа Савов В Иерусалиме И помолиться Лицу Господа Так Говорит Господь Савов Будет В те Дни Возьмутся Десять Человек Из всех Разноязычных Народов Возьмутся За полы Иудеи И будут Говорить Мы Пойдем С тобою Ибо Мы Слышали Что С вами Бог Захария 9 Пророческое Слово Господа На землю Хадрах И на Дамаске Оно Остановится Ибо Око Господа На всех Людей Как и На все Колено Израилевы И на Имав Смежный С ним И на Тир И Сидон Ибо Он Очень Умудрился И Устроил Себя Тир Крепость Накопал Серебра Как Пыли И Золото Как Уличной Грязи Вот Господь Сделает Его Бедным И Поразит Силу Его В Море И Сам Он Будет Истреблен Огнем Увидит Это Аскалон И Ужаснется И Газа И Вострепещет Сильный И Крон Ибо Пострамится Надежда Его Не Станет Царя В Газе В Аскалон Будет Необитаем Чужое Племя Будет Жить В Азоте И Я Уничтожу Высокомерие Филистимлян И Сторгну Кровь Из Усть Его И Мерзости Его Из Зубов Его И Он Достанется Богу Нашему И Будет Как Тысяченачальник В И И Крон Будет Как И И И Вперед И Назад И Не Будет Более Проходить Притеснитель Ибо Ныне Моими Очами Я Буду Взирать На Это Ликую От Радости Черь Сиона Торжествуй Черь Иерусалима Все Царь Твой Грядет К тебе Праведный И Спасающий Кроткий Сидящий На Ослице На Молодом Ослице Сыне Подъяремный Тогда Истреблю Колесницы У Ефрема И Коней В Иерусалиме И Сокрушен Будет Бранный Лук И Он Возвестит Мир Народом И Владычество Его Будет От Моря До Моря И От Реки До Концов Земли А Что До Тебя Ради Крови Завета Твоего Я Освобожу Узников Твоих Из Орва В Котором Нет Воды Возвращайтесь На Твердыню Вы Пленники Надеющиеся Что Теперь Возвещаю Воздам Тебе Вдвойне И Бока Клук Я Натяну Себе И Уду И Наполню Лук Ефремом И Возвигну Сынов Твоих Сион Против Сынов Твоих И Опения И Сделаю Тебя Мечом Ротоборца И Явится Над Ними Господь И Как Молния Вылетит Стрела Его И Возгремит Господь Бог Трубою И Шествовать Будет В Бурях Полуденных Господь Саваоф Будет Защищать Их И Они Будут Истреблять И Попирать Прощные Камни И Будут Пить И Шуметь Как Б От Вина И Наполнится Как Жертвенные Чаши Как Углы Жертвенника И Спасет И Господь Бог И В тот День Как Овец Народ Свой И Подобно Камням В венце Они Воссияют На земле Его О Как Велика Благость Его И Какая Красота Его Хлеб Одушевит Язык У юношей И Вино У Атраковиц Захария Глава Десятая Просите У Господа Дождя Во время Благопотребное Господь Блеснет Молнией И Даст Вам Обильный Дождь Каждому Злак На поле И Батерафимы Говорят Пустое И Вещины И Рассказывают Сны Лживые Они Утешают Пустотою Поэтому Они Бродят Как Овцы Бедствуют Потому Что Нет Пастыря На Пастыре Воспылал Гнев Мой И Козлов Я Накажу Ибо Посетит Господь Савов Стадо Свою Дом Иудин И Поставит Их Как Славного Коня Своего На Брани Из Него Будет Краеугольный Камень Из Народоправители И Они Будут Как Герои Попирающие Врагов На Войне Как Уличную Грязь И Сражаться Потому Что Господь С Ними И Постромит Всадников На Конях И Укреплю Дом Иудин И Спасу Дом Иосифов И Возвращу Их Потому Что Я Умилосердился Над Ними И Они Будут Как Бы Я Не Оставлял Их И Бо Я Господь Бог Их И Услышу Их Как Герой Будет Ефрем Возвеселиться Сердце Их Как От Вина И Увидят Это Сыны Их И Возрадуются В Восторге Будет Сердце Их О Господе Я Дам Им Знак И Соберу Их Потому Что Я Искупил Их Они Будут Так же Многочисленны Как Прежде Я Растелю Их Между Народами И В Отдаленных Странах Они Будут Воспоминать Обо Мне И Будут Жить С Детьми Своими И Возвратятся И Возвращу Их Из Земли Египетской Из Осирии Соберу Их И Приведу Их В землю Галаадскую И Наливан И Не Достанет Места Для И Пройдет Бедствие По морю И Паразит Волны Морские И Ссякнут Все Глубины Рек И Смирится Гордость Осуры И Скипетр Отнимется У Египта Укреплю Их В Господе И Они Будут Ходить Во Имя Его Говорит Господь Захария Глава Одиннадцатая Отворяй Ливан Ворота Твои И Да Пожрет Огонь Кедры Твои Рыдай Кипарис Ибо Рыдайте Дубы Вассанские Ибо Повалился Непроходимый Лес Слышен Голос Рыдания Пастухов Потому что Опустошено Приволье Их Слышно Рыканье Молодых Львов Потому что Опустошено Краса И Ордана Так Говорит Господь Бог Мой Посе Овец Обрещенных На Заклание Которых Купившие Убивают Не Наказанно А Продавшие Говорят Благословен Господь И я Разбогател И пастухи Их Не Жалеют О них Ибо Я Не Буду Более Миловать Жителей Земли Сей Говорит Господь И Вот Я Предам Людей Каждого В руки Ближнего Его И В руки Царя Его И Они Будут Поражать Землю И Я Не Избавлю От Рук И Буду Пасти Овец Обреченных На Заклане Овец Поистине Бедных И Возьму Себе Два Жезла И Назову Один Благоволением Другой Узами И Ими Буду Пасти Овец И Истреблю Трех Из Пастырей В Один Месяц И Отвратится Душа Моя От Них Как И Их Душа Отвращается От Меня Тогда Скажу Не Буду Пасти Вас Умирающее Пусть Умирает И Гибнущее Пусть Гибнет А Остающиеся Пусть Сидят Плоти Одна Другой И Возьму Жезл Мой Благоволение И Переломлю Его Чтобы Уничтожить Завет Который Заключил Я Со Всеми Народами И Он Уничтожен Будет В тот День И Тогда Узнает Бедный Завес Ожидающий Меня Что Это Слово Господа И Скажу Им Если Угодно Вам То Дайте Мне Плату Мою Если Же Нет Не Давайте И Они Отвесят В Уплату Мне Тридцать Серебряников И Сказал Мне Господь Брось Их В Церковное Хранилище Высокая Цена В Какую Они Оценили Меня И Взял Я Тридцать Серебряников И Бросил Их В Дом Господень Для Горшечника И Переломил Я Другой Жезл Мой Узы Чтобы Расторгнуть Братство Между Иудой И Израилем И Господь Сказал Мне Еще Возьми Себе Снаряд Одного Из Глупых Пастухов Ибо Вот Я Поставлю На Этой Земле Пастуха Который О Погибающих Не Позаботится Потерявшихся Не Будет Искать И Больных Не Будет Лечить Здоровых Не Будет Кормить А Мясо Тучных Будет Есть И Копыто Их Оторвет Горе Негодному Пастуху Оставляющему Стадо Меч На Руку Его И На Правый Глаз Его Рука Его Совершенно Исохнет И Правый Глаз Его Совершенно Потускнеет Захария Глава 12 Пророческое Слово Господа Об Израиле Господь Распростерший Небо Основавший Землю Образовавший Дух Человека Внутри Него Говорит Вот Я Сделаю Иерусалим Чашей Иступления Для всех Окрестных Народов И Также Для Иуды Во Время Осады Иерусалима И Будет Тот День Сделаю Иерусалим Тяжелым Камнем Для Всех Племен Все Которые Будут Поднимать Его Надорвут Себя А Соберутся Против Него Все Народы Земли В Тот День Говорит Господь Я Поражу Всякого Коня Бешенством И Всадника Его Безумием А На Дом Иуда Отверзу Очи Мои Всякого же Коня У Народов Поражу Слепотою И Скажут Князья Иудины В Сердцах Своих Сила Моя Жители Иерусалима В Господе Саваофе Боги Их В Как жаровню С огнем Между Дровами И Как Горящий Светильник Среди Снопов И Они Истребят Все Окрестные Народы Справа И Слева И Снова Населен Будет Иерусалим На Своем Месте В Иерусалиме И Спасет Господь Сначала Шатри Иуды Чтобы Величие Дома Давидова Величие Жителей Иерусалима Не Возносилось Над Иудою В Тот День Защищать Будет Господь Жителей Иерусалима И Самый Слабый Между Ними В тот День Будет Как Давид А Дом Давида Будет Как Бог Как Ангел Господень Перед Ними И Будет В тот День Я Истреблю Все Народы Нападающие На Иерусалим А На Дом Давида И На Жителей Иерусалима И Залью Дух Благодати И Умиления Родном Сыне И Скорбеть Как Скорбят А Первенцы В тот День Поднимется Большой Плащ В Иерусалиме Как Плащ Гададремонна В Долине Мегедонской И Будет Рыдать Земля Каждое Племя Особо Племя Дома Давидова Особо И Жены Их Особо Племя Дома Нафанова Особо И Жены Их Особо Племя Дома Левиина Каждое Племя Особо И Жены Их Особо Захария Глава Тринадцатая В тот День Откроется Источник Дому Давидову И Жителям Иерусалима Для Омытия Греха И Нечистоты И Будет В тот День Говорит Господь Савов Я Истреблю Имена Идолов С этой Земли И Они Не Будут Более Упоминаемы Равно Как Лжепророков И Нечистого Духа Удалюсь Земли Тогда Если Кто Будет Прорицать То Отец Сво И Мать Его Родившая Его Скажет Ему Тебе Не Должно Жить Потому Что Ты Лож Говоришь Во Имя Господа И Поразят Его Отец Сво И Мать Его Родившая Его Когда Он Будет Прорицать И Будет В тот День Устыдятся Также Прорицатели Такие Каждый Видение Своего Когда Будут Прорицать И Не Будут Надевать На Себя Влосяницы Чтобы Обманывать И Каждый Скажет Я Не Пророк Я Земледелец Потому Что Некто Сделал Меня Рабом От Детства Моего Ему Скажут А Чего На Руках У Тебя Рубцы И Он Ответит От Того Что Меня Били В Доме Любящих Меня О Меч Поднимись На Пастыря Моего И На Ближнего Моего Говорит Господь Савов Порази Пастыря И Рассеются Овцы Я Обращу Руку Мою На Малых И Будет На всей Земле Говорит Господь Две Части На Ней Будут Истреблены Вымрут А Третья Останется На Ней И Введу Эту Третью Часть В Огонь И Расплавлю И Я Услышу И И Скажу Это Мой Народ И Они Скажут Господь Бог Мой Захария Глава 14 Вот Наступает День Господень И Разделит Награбленные У тебя Среды Тебя И Соберу Все Народы На Войну Против И И Взят Будет Город И Разграблены Будут Домы И Обесчещены Будут Жены И Половина Города Пойдет Народ Не Будет Истреблен Из Города Тогда Выступит Господь И Ополчится Против Этих Народов Как Ополчился В День Брани И Станут Ноги Его В тот День На Горе И 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 Востока К Западу Весьма Большою Долиною И Половина Горы Отойдет К Северу А Половина Е К Югу И Вы Побежите В Долину Гор Моих И Долина Гор Будет Простираться Два Сила И Вы Побежите Как Бежали От Землетрясения В Одни Озии Царя Иудейского И Придет Господь Бог Мой И Все Святые С Ним Будет Единственный Ведомый Только Господу Ни День Ни Ночь Лишь В вечернее Время Явится Свет И Будет Тот День Живые Воды Потекут Из И И И Половина Их К Морю Восточному И Половина Их Морю Западному Летом И Зимой Так Будет И Господь Будет Царем Над Всею Землею В Тот День Будет Господь Един И Имя Его Едино Вся Эта Земля Будет Как Равнина От Гаваона До Риммона На Юг От Иерусалима Который Высоко Будет Стоять На Своем Месте И Населится От Ворот Вениаминовых До Места Первых Ворот До Угловых Ворот И От Башни Анамиила До Царских Точил И Будут Жить В Нем И Проклятия Поражение Которым Поразит Господь Все Народы Которые Воевали Против Иерусалима У Каждого Ищахнет Тело Его Когда Он Еще Стоит На Своих Ногах И Глаза У Него Истают В Яминах Своих И Язык Его Иссохнет Во Рту Него И Будет В тот День Произойдет Между Ними Великое Сметение От Господа Так Что Один Схватит Руку Другого И Поднимется Рука Его На Руку Ближнего Его Но И Сам И И И И И И И Собрано Будет Богатство Всех Окрестных Народов Золото Серебро И Одежды В Великом Множестве Будет Такое Поражение И Коней И Лошаков И 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 Из Года В Год Для Поклонения Царю Господу Саваофу И Для Празднования Праздника Кущей И Будет Если Какое Из Племен Земных Не Пойдет В Иерусалим Для Поклонения Царю Господу Саваофу То Не Будет Дождя У Них Если Племя Египетское Не Поднимется В Путь И Придет Сюда То И У Него Не Будет Дождя И Постигнет Его Поражение Каким Поразит Господь Народа Не Приходящее Праздновать Праздника Кущей Вот Что Будет За Грех Египта И За Грех Всех Народов Которые Не Придут Праздновать Праздника Кущей В То Время Даже На Конских Уборах Будет Начертано Святыня Господу И Котлы В Доме Господнем Будут Как Жертвенные Саваофа И Будут Приходить Все Приносящие Жертву И Брать И Варить В Них И Не Будет Более Ни Одного Хананея В Доме Господа Саваофа В Тот День